Приветствую вас! Внимательно прочитал ваше письмо. И действительно вы оказались в ситуации достаточно стесёлой. Вы оказались в этой ситуации не по своей воле, и вам, конечно же, очень морально тяжело, сложно делать такой выбор, перед которым, точнее, не должен становиться никто. А вы знаете, вести себя вам во всей этой ситуации нужно достаточно деликатно, выдержанно, как бы сказал, мужественно и с пониманием. Пониманием чего или кого, спросите ли вы. Видите ли, в этой ситуации кто выступает человеком, которому хуже всего? В этой ситуации человеком, которому хуже всего выступает ваша мама. Как это не парадоксант? Почему? Почему? Потому что её любимый сын, я так понял, что вы у неё единственный ребёнок, так вот, её любимый сын, можно сказать, живёт своей жизнью, да, живёт с твоей женой, которая, по сути дела, по мнению вашей мамы, полностью перетягивает всё одеяло, одеяло вашего внимания на себя. То есть, что, по мнению вашей мамы, происходит? По мнению вашей мамы происходит такая ситуация, что ваша супруга всеми правдами и неправдами настраивает вас против неё и против вашего отца. И вам переубедить свою маму в том, что это не так, не получится, к сожалению, никаким образом. Почему? Потому что, во-первых, идеальная жена, идеальная супруга для вас, по мнению мамы, это та женщина, которая бы слегка и полностью обвечала бы её идеалам. То есть, только в том случае не было бы конфликтов между вашей женой и вашей мамой, если бы она, ваша жена, соответствовала бы полностью представлениям об идеальной жене вашей мамы. Поскольку ваша мама, скорее всего, человек, который жил ещё в Советском Союзе, то определённо понятно, что молодая женщина, которая является вашей женой, никак не может соответствовать представлениям о супруге вашей мамы. И, соответственно, по этой причине, ваша мама и недовольна тем, что она делает. Потому что, мало того, что ваша мама ревнует, мало того, что ваша мама видит, как жена отдаляет вас от неё, так она ещё и понимает, что ваша супруга никак не старается соответствовать тем требованиям, которые есть у вашей мамы. И вопрос заключается в том, а почему же, почему же, ваша мама предъявляет какие-то требования вообще к вашей супруге? Почему не принимает её такой, какая она есть, например, связано это с тем, что ваша мама желает вам самого лучшего. Ваша мама хочет, чтобы вы были жрязливы и считает, конечно же, что достойной женщины для вас нет. То есть, в любой женщине она найдёт какой-то изъян, какие-то недостатки, ну и так далее. И это первый момент спрямления к некому такому идеальному счастью, идеалистическому счастью. Второй момент заключается в том, что ваша мама, опять-таки, будучи человеком, который вырос в Советском Союзе, считает, что молодые люди, значит, муж и жена должны по мнению, опять-таки, вашей мамы полностью соответствовать требованиям родителей. То есть, ориентироваться на них. Поскольку вы здесь живёте, как я понял, самостоятельной жизнью, то, естественно, вашей маме это не нравится, ну никак. И вследствие этого возникает её недовольство. Третий пункт, третий момент заключается в том, что ваша мама боится, что вы полностью про неё забудетесь. Уже сейчас, на данный момент, вы живёте, по сути дела, отдельно от неё, отдельно от своих родителей, живёте вы со своей супругой. И ваша мама просто опасается, по какой-то причине считать, что это несёт ей угрозу. То есть, вы должны помогать ей, вы должны делать что-то для неё, вы должны ей уделяться внимание, а, значит, жена это внимание у вас забирает. В этой ситуации ваша мама ведёт себя эгоистично. И её эгоизм может быть продиктован очень многими моментами. Но на самом деле, эти моменты не столько важны, сколько ясно дают понять одно. Вам ни в коем случае нельзя поддавать. Почему? Ну, во-первых, потому что свою жену вы можете потерять, а мама останется вашей мамой вне зависимости от того, как будет складываться ваше отношение к ней. То есть, она всегда будет оставаться вашей мамой. Для неё вы всегда будете её сыном. И максимум, что может быть, это вот такие вот придирки. При этом она определённо, откровенно нуждается в вас. Она откровенно пытается через вас удовлетворить какие-то свои желания. Для того, чтобы понять, что именно, нужно немножечко сопоставить то, что было, скажем, год назад или раньше, когда вы не были женаты. Как вы жили, что вы делали для неё, для вашей мамы, имея в виду. И спасать то, что есть сейчас. Уверен, что вы внимания стали вашей маме уделять гораздо меньше. И вот это вот непринятие того, что вы выросли, то, что у вас своя семья, им и провоцирует вашу маму на дочь, чтобы так себя вести. Значит, а как вам нужно поступать в данной ситуации? Во-первых, и себе, и своей жене постарайтесь объяснить, что ваша мама, она, вообще-то говоря, не на вас и не на жену злится. Она, в основном, злится и переживает только за себя. И из-за того, что ей чего-то не хватает, и потому что она боится что-то потерять именно для себя, вот именно по этой причине, она так себя и ведёт. То есть, ещё раз, ваша мама не имеет никаких претензий к вашей супруге. Не имеет никаких претензий. Но, она имеет претензии к тому, что она что-то теряет, из-за того, что вы теперь больше внимания, во многом, во многом больше внимания теперь уделяете не ей, а своей жене. И вот именно потому, что она чувствует ущерб себе. Она так себя ведёт. Соответственно, вам, в этой ситуации, что нужно сделать. Точнее, даже не так, а что можно сделать в этой ситуации. В этой ситуации можно постараться понять, подумать, чего маме не хватает вообще. Что ей не хватает, что ей нужно было бы. какие у неё интересы, да, какие у неё желания, к чему бы она хотела, там, примите, например, и так далее. И вот эти моменты, как раз таки, вам, желательно бы, с ней, вместе со своей мамой, конечно же, как-то проработать, как-то перенаправить эту энергию, как-то чем-то её занять. Возможно, попробовать, попробовать, вместе с ней, для начала, походить на какие-то там курсы, какие-то хобби, какие-то там мероприятия, чтобы чем-то её завлечь. И тогда перенаправить свою энергию, а ведь ваша мама на чего боится? Она боится потерять свою значимость. Она боится остаться одна, боится потерять связь с миром, загружающим миром, потому что у неё, наверное, просто нет больше никаких интересов. Вот если подумать, как живёт ваша мама, как протекает, как происходит её быть. и этот момент, как протекает её быт, позволит вам понять лучше, что же ей движет, когда она так всегда ведёт. Согласитесь, согласитесь, она не думает в этот момент о вас, она не думает в этот момент о вашем черте. Наверное, и, пожалуй, она думает только о себе. уже вам решат, как поступать. Если вы пишете, что свою маму вы любите, если вы пишете, что вы ей дорожите, то вы, безусловно, попробуете ей помочь. Помочь. безусловно, вы попробуете как-то улучшить её быт, улучшить качество её проживания, чтобы не было таких проблем с ней. Но если вы выберете для себя такой момент, что ваша мама ведёт себя по отношению к вам эгоистично, и вы будете вести себя так же эгоистично, вы имеете на это право, то в таком случае вам нужно просто от неё изолироваться и игнорировать всё то, что она говорит. То есть, либо сказать своей маме совершенно чётко, что вы не собираетесь услышать какую-то грязь относительно своей супруги, которую вы любите, и если она не может не говорить про вашу жену, не может не говорить что это плохое, то ваше общение с ней прекратится. Либо вы будете игнорировать то, что она говорит вам про неё, и просто общаться с ней на другие темы, при этом вообще перестав как-то взаимодействовать с ней, особенно, когда вы не один, а супруг. супругой. То есть, как вы, я надеюсь, понимаете, существует два вектора, два направления вашего поведения, две модели вашего поведения. Первая модель поведения, она вот как раз таки конструктивна, то есть в этом случае вы относитесь к своим пониманиям, и имея в виду причинно-следственные связи ее поведения, пытаетесь ей помочь, пытаетесь как-то реализовать ее желания, которые, вообще-то говоря, вперва и до начала нужно понять, нужно выявить эти желания. То есть, какие они, чего ваша мама боится, чего ваша мама хочет, какие у нее там, ну, допустим, потребности, да, и вот их уже стараться как-то удовлетворить. Потому что если эти потребности вы сможете удовлетворить, то у мамы, по сути дела, у вашей мамы, да, не будет мотивов, не будет стимула для того, чтобы вести себя негативно по отношению к вашей жене, которая для нее выступает, которая для нее является основным объектом, по которым ваша мама, скажем так, терпит убытки, терпит какой-то негативный эффект от того, что не получает того, чего хотела она получать. Второй момент, второй момент, второй, если хотите, аспект заключается в том, что вы не желая вникать в проблематику вашей мамы, просто потому, что, может быть, у вас не такие хорошие отношения с ней, может быть, потому, что вам не хватает взаимопонимания, может быть, потому, что вы не настолько близки, чтобы знать о ее желаниях, да, вы занимаете позицию в большей степени зеперативную, когда никаким образом не соприкасает это своей мамы в контексте жены. То есть, она не принимает вашу жену, это ее право, вы принимаете точку зрения своей мамы, но она никак не влияет на ваше отношение с ней. и вы запрещаете ей, своей маме говорить при вас что-то плохое о жене, просто потому, что вы эту женщину любите, просто потому, что вам она ничего дурного не сделала. и ваша мама одесса потребуется терпение, потребуется выдержка, потребуется, я бы даже сказал, настойчивость, потому, что ваша мама далеко не сразу поймет, точнее, ваша мама далеко не сразу смирится с тем, что вы, например, не позволяете ей говорить какие-то вещи о своей супруге. и вот когда вы будете раз за разом последовательно придерживаться своего мнения, своей точки зрения, согласно которой ваша мама не имеет права ничего говорить вам о своей жене, о вашей жене, точнее, то в зависимости от того, вот как будут развиваться события, в зависимости от того, какую модель поведения вы выберете в этом случае, у вашей мамы рано или поздно просто-напросто не оценится выбора, кроме как принять вашу поведение и перестать говорить какие-либо гадости про вашу жену, потому что она надеется, что вы будете отвечать, реагировать как-то и каждая ее, каждая ваша реакция, это будет означать ее победу, то есть она видит, вы отреагировали, значит она попала в точку, и пусть вы будете реагировать негативно, пусть вы будете защищать свою жену, что кстати говоря правильно, все равно она будет реагировать негативно, все равно она, ваша мама, будет на это реагировать так, как будто бы она победила, и негативно это будет заказаться на вас, поэтому лучшее, что вы можете сделать, это просто игнорировать ее поведение, игнорировать ее выходки, или пресекать достаточно жестко, последовательно, упрямо пресекать все ее попытки говорить, что это плохое произведено, таким образом вы привычите свою маму в общении с вами избегать всяких разговоров про супругу, со временем она с этим смирится, и тогда либо просто у них с ней будет важен нейтралитет, при котором они не будут никак прямо взаимодействовать, и ваша мама как бы молчаливо согласен будет давать супруге право на жизнь, ну а супруга соответственно тоже просто будет знать, что у вас есть мама, и все, общения с ней никакого не будет. Еще раз, и ваша супруга, и ваша мама являются соперницами по сути за ваше внимание и за ваше влияние на вас, и мама считает, что она имеет больше прав основатся вашей женой женой. Этот момент вы никак не исправите, и поэтому вам можно либо учить вашу маму не дотрагивать тему супруги с вами, либо создать громад отвод, то есть перевести интересы и потребности вашей мамы в какую-то другую сторону, так, чтобы на жену не оставалось ни времени, ни сил на вашу жену. Пожалуй, отдельно хочется сказать так. Вот вы пишите, что женатый вы один год, и довольно часто мама придирается к поведению моей жены. Понимаете, ваша жена, она девушка молода, и многие вещи, которые она делает, ваша мама просто не понимает. В силу того, люди все-таки разного времени. И как я уже говорил, идеальная женщина в председрении вашей мамы это та, которая полностью отвечает ее требованиям. Такой нет, и не будет. А другую ваша мама просто не принимает. И идеальная женщина с точки зрения вашей мамы это та, в которой вас случилось ее. Не вас, а ее. И такой женщины понятное тоже сейчас нет. Хотя вероятность того, что это могло быть больше. и поэтому если ваша мама придирается к поведению вашей жены изначально и просто так, то есть ничего конкретного, никаких конфликтов, никаких вот так, знаете, конкретных разногласий у вас не было, то значит она придирается просто в силу ее существования рядом с вам. В какую бы линию поведения вы не выбрали, и громотвод, да, и сепарация, да, в любом случае, в любом случае потребуется время, чтобы изменить отношение вашей мамы к ней с более острого, так как она сейчас на нее реагирует, на менее, на менее яркое, менее негативное, то есть чтобы произошло отстранение, потребуется время, и понимание того, что ничего личного ваша мама больше не имеет. Пожалуй, что действительно неприятно это то, что ваша мама откровенно ставит под удар, под угрозу вашей семейной счастья, и вот это вам нужно для себя понять. То есть получается, что она не готова вас отпустить, получается, она не готова к тому, чтобы вытаскивать в своей жизни. Однажды, к этому нужно спокойно своими действиями показывать, что вы любите ее, поможете ей, если что, но вы уже достаточно простой человек, чтобы не жить только ради мамы. И здесь на помощь мамы-кредитки как раз-таки понимание ее каких-то неудовлетворенных целей, неудовлетворенных желаний. Здесь вам поможет понимать ее амбиции, а также, что может быть важно, это ее отношение с отцом. То есть, если она за всем не очень хорошо вкладит, или если она любит командовать вашим папой, то в таком случае она наверное считает, что и вами тоже будет командовать, и будет командовать также и вашей супругой. И то, и то, конечно, ошибка, но вот осознавать эту ошибку, осознавать, что она не будет командовать тем, кем она собиралась, это очень сложно, это тяжело для ваших мамы. И поэтому, поэтому она точно так реагирует. Вот это может быть реакция как на фрустрацию, на невозможность осуществлять управление вами. Поэтому, вы знаете, вам нужно вести себя, ну, мне представляется только вот в этих двух аспектах. Вы можете эти два аспекта в принципе даже совмещать. то есть никто вам не запрещает искать вместе с мамой для нее интересы, чем бы ей заняться, чтобы ощутить себя значимой и собственно деятельной, активной, социальной. но при этом игнорировать, всячески игнорировать или пресекать, я надеюсь, этот момент понятен, игнорировать или пресекать любые негативные проявления по отношению к вашей супруге. Но на все это нужно время вот так сразу вдруг изменить то, что есть сейчас не получится. Нужна ваша работа, главное нужна жалость и понимание того, что у нее ничего личного, то есть знаете как, не на основаниях личной неприятности есть такое отношение. Такое отношение было бы каждой любой девушке в вашей жизни. Поэтому своей жене обязательно объясните, донесите, а лучше всего дайте послушать мою запись, что мама не ее не любит. Мама не любит любую девушку рядом с ее сыном. И мама не к ней придирается. Она не может понять, как поведение отличное от ее может привлекать ее сына больше, чем она. И она боится, что с вами действительно с вами это я как бы обращаюсь к вашей жене автор этого письма. Что с вами ее сыну будет лучше. С вами ее сыну будет комфортнее. и вот ваш сын ее бросит. Про ревность вам говорили, я думаю, вы сами понимаете, что мама вашего мужа ревнует, мама вашего мужа борется за его внимание, и здесь нужно понять только то, что это совершенно разные типы внимания, за которые в принципе бороться не надо. То есть есть мама, а есть жена. Это совершенно разные модели отношений, но она в силу своего возраста, в силу склада характера этого не понимает. Вам, как людям более молодым, это понимать нужно, потому что вы мудрее, опытнее, умнее, чем она. И носитель человеку жалкий. А вот это пожилой человек, который отчаянно цепляется за жизнь, который боится, что ее потеряет, боится, что она начнет проходить мимо него. Отстеситесь к человеку с пониманием. И тогда вам будет легче с ней существовать. Тем более, что вы живете отдельно. То есть устанавливать личные границы вам будет гораздо легче и проще. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров